Ульяна на фоне Красной площади. Как тебе? Ульяна приехала на выставку, наконец-то. А не на Красную площадь. Просто волею случая, вот сюда мы приехали, просто волею случая она проходит на Манеже, так как тут все рядом. Поэтому глянем и на эти красные пены. Да, Ульяна? Мы выбрали один из дней, когда, по крайней мере, нет дождя на улице и не заливает. Но зато есть ветер, и я надеюсь, что там опять все... Да, потому что с микрофонами ходить не очень удобно, поскольку они у нас проводные. Надеемся, что слышно, да. Тысячу лет мы не были на Красной площади. Раньше со школой там кто приезжал на экскурсии, на всякую такую лабуду. А по собственной воле не знаю, что тут гулять. А, нет, я в институте еще приезжала. Мы как-то ночью поехали гулять в Москве. С кем? Да, с одногруппниками. И у нас был рейд, и мы попали в итоге на Красную площадь, и метро уже ждали здесь. Вот. А сейчас мы идем на выставку Виктора Цоя, посвященную. Мы в этом году, что, шестидесятилетие, да? Да, вроде. Вот. Группа моего детства, моего третьего класса, да, с третьего класса я начала его слушать. В общем-то, сейчас я не скажу, что я прям каждый день с этой музыкой, но люблю, уважаю. Пользуясь случаем, мы решили пройтись, посмотреть, что дают. Плюс еще решили воспользоваться тем, что отпуска, ну, улики-удаленка, ну как? Да я бью болт. Да. Мне вообще только дай волю. Я буду бить его всегда и на все. Ну вот, поэтому мы пришли днем. Ну, типа, часов 12. Надеюсь, что тут хотя бы поменьше народу, хотя я не думаю, что там вообще в другие дни много народу. Еще я надеюсь, что там можно будет хоть что-то поснимать. Люди в отзывах писали, что там очень много охранников, они ходят за тобой по пятам и не дают ничем насладиться. Я думаю, что помимо того, что насладиться, мне бы еще поснимать каким-то образом. Возможно, во влоге будет участвовать и охранник, потому что, знаете, избивающие нас. Избивающие нас. Нельзя снимать. Ладно, пойдем посмотрим. Наш план прийти сюда, когда поменьше народу есть работа. У народу дохренища. Плюс ко всему нам выдали аудиогида. И мы ходим, короче, чисто как на кухне у нас сидим с этой же музыкой. Телефоны выдали. Вот такие. И вот теперь мы ознакомливаемся. Короче, похоже, не получится поснимать нормально всю выставку. Будем рассказывать после. В общем, он прям очень нравится. Тебе вообще как в двух словах? Я ненавижу, когда много народу. Да, тут на удивление много. Я не могу, в общем, погрузиться никуда даже в этом. Потому что все толкаются и вообще. Школьники. Потому что у них скидки на вот это вот все. В принципе, конечно, хорошо, что они вообще здесь есть и что им это интересно. Но я в ауте. Пойдем дальше смотреть. Пойдем дальше. Мы пришли в не очень удачное время. Хотя казалось, что удачное. А нам всегда вот ключевое казалось. Мы всегда хотим сделать как лучше, а получается... Не очень. Потому что здесь очень много студентов, школьников. И мы пришли как раз в то время, когда у них закончили занятия. Надо было идти часов в девять утра в полиции. Учиться. Также по большей части здесь, так как это является аудиовыставкой на муту. Как мы уже говорили, выдали и наушники, и телефоны. Тут по большей части, конечно, просто музыка. Музыка, которую мы и так знаем наизусть. И любим слушать ее немножко в другой атмосфере. Я уже говорила, что мы как будто на кухне. Да, немножко в другой обстановке. А тут сложно насладиться. Но... Стараемся как можем. Мне кажется, вот это описание, как они репетировали, это вот фактически из говна и палок. Потому что мы с тобой делаем аккуратно. Да. А что это то, что мы делаем? В смысле где? Здесь? Да. Постараемся. Представляете, я уже начала сама тихонько петь. И Рита мне запретила. Ну, что здесь у нас? Продолжение осмотра. Вам кайфец? Да. Хотя потом моего лица сравняется. Такое, конечно, своеобразное наполнение каждого зала. Прям не ожидаешь, что дальше увидишь. Да, Рита? Да, правда. Я хотела Ритку составить есть вот на эти вот кубики. Но она говорит, что это часть композиции. Нельзя туда садиться. А я думаю, сейчас мы так поставим тут этот штативчик. Фотокарточку сделаем. Ну, не знаю, мне кажется, что это случилось. Ну, не будем рисковать, да. Не хочется вот так присесть, чтобы потом вот так кричали «Вставай! Вставай!» Или сигнализация сработала. Да. Хотя же было бы в нашем стиле. Вставай! Вставай! Расхераченный спанчбок. О, кстати, да. Кухонная клеенка – это мой стиль. Чистая наклеенка нахреначая. У нас даже на тряпешных скачетах есть такие художества. Слушай, ну, что я хочу сказать. На самом деле, очень сильно виден рост, конечно. От человечков до женщин. Да, в самом начале и дальше. Ну, то есть, действительно, виден рост. Прокачался. Человек, видно, тренировался. Чего там. КОНЕЦ Мультиварка, которая не варит мультивар. Ни секунды без. Наша фанатка его, да? Лютая, насколько я помню. Земфирка в смысле? Да, вроде да. Фрагменты стены Зои, которую изничтожили на Арбате. Ну, народ не обламывается, идут фоткаться. Ребят, мы попробовали сфоткаться вот в этом во всем. И поняли, что Цой нас полнит. Короче, из-за того, что вот эти вот перегородочки идут, вот эти палочки. Они как-то так все... Как будто толще становишься. Как это называется? Кривые зеркала. Ну, чё такое-то? Пока, короче, все тут фоткаются около того, что очевидно. Я всё нашла. Они фоткаются рядом с этим совсем. Чего ты нашла? Рояль в кустах. Самое время начать... Репетировать. Репетировать, да. Прямо сейчас, прямо здесь. Вон афиши уже есть. Чуя моя? Вон, там. А, да, сейчас туда и привыкну. Мы дошли до мерча. Тут, я так понимаю... Чё дают? Мне кажется, это прям... Ну, то же самое. Что то же самое? Ну, типа баллы и скидки. Программки. Программки. Просто довольно крупный программ. Ну, да. Ну, это просто очень много совпадает из-за того, что мы там... Сколько стоит такая программа? Сколько? Асоциально. Ну, он пишет... А, 3 900. Вон, цари голубей пытают. Сволчи. Наловили несчастных птиц и мучают. Ненавижу их всех. Вот этих вот... Живодеров. Всякие контактные запарки и прочая шляпа. И на них дохнут у них, как... Да, конечно. Я думаю, что это такой расходный материал. Опять мы забубнили. Ну, что, Ульяна, как тебе? Вот что хотелось бы, да, сказать по поводу этой выставки. Она лично меня взяла только тем, что она довольно масштабная и красочная. Потому что каждый зал, он такой, действительно, не ожидаешь, что там будет. Вот. Ну, с учетом того, что у меня к Цою немножко другое отношение, типа, как-то это немного попсовенько выглядит. Очень много людей, которые даже близко не в теме. Во, что мне еще запомнилось про гардероб. Там вот так висят куртки школьников. Там цветные шапки с помпончиками. Ну, понятно, да. Кое-где проблескивает косушечка. Кое-где проблескивает какой-нибудь анархи. Ну, их прям вот две-три куртки. Все остальное такое... Вполне. Люди пришли на выставку, да. Я, конечно, тоже сегодня нарядилась. Так нарядилась, пиджачочки. Ну, типа, вот такие вот, как обсосы, так все и выглядят здесь. Короче, у меня немножко это не вяжется. Вот, например, когда мы были в той же самой Камчатке, котельной, да, в Питере. Да. Там другая атмосфера. Там музей и бар с какими-то орешками и пивом за непонятно откуда вообще взявшимся там. И плюс там, по-моему, даже концерты иногда устраивают. Насколько я помню, да? Не помню. Мне кажется, что да. Хотя там довольно маленькое помещение. Да. Ну, это кому когда мешало создавать рок-бары и рок-клубы. Мне ближе, когда... Ближе к року. Да. Когда это именно про то, про что говорил сам музыкант. А здесь это, да, про манеж. Да, 60-летие. Круто, что вспоминают, круто, что молодежь ходит. Да, действительно, это я не спорю. Не наша атмосфера, да, Рит? Ну, да. Мы слишком близко знакомы, наверное, с творчеством. А выставка, она как раз, мне кажется, больше для того, чтобы познакомить людей с творчеством, познакомить с музыкой. Поэтому... Да, потому что в основном в наушниках как раз музыка, а не рассказы. Ну, да, какие-то архивные записи. Интервью там какие-то есть, части вырезанные. Но мы эти интервью, господи, пересмотрели уже 10 тысяч раз. Всяко лучше этот день прошел, чем мы сидели бы и работали. Разумеется, мы не пожалели. Вот. Не знаем, насколько советовать. Ну, вы все сами увидите, в общем-то, если вам это заходит, то посетите. Ее продлили, кстати, до лета, до июня или до июля, хотя должна была быть до конца апреля она. Ну, видимо, пользуется популярностью. Ну, да. Из-за этого, сколько там народа, народа действительно много, наверное, это окупается. На охотке, вот несмотря на то, что закрыли Магдачелу, здесь все равно воняет Магдачелой. А я не знаю, кстати, закрыли или не закрыли. Говорили, что несколько все-таки осталось по Москве. Ну, это аэропорт и всякая такая тема. Здесь немножко другое. Здесь, я думаю, закрыли. Просто эта химоза, она так впитывается, мне кажется, в стены. В камень. В камень, прям в воздух. Что здесь реально до сих пор пахнет Магдаком. Да. Думали, пока суть до дела на Красную зайти. Типа, не были здесь уже сто лет. Ну, что-то прям не пошли туда ноги. Не знаю, вы, ребят, любите Красную площадь? Для меня что-то она какая-то через черт, не знаю, блин, пафосная, что ли. Как-то не мое... В общем, это все брокенрол. Опять не время туда идти. Как-нибудь в другой раз, видимо, сходим. Пойдем есть. Это у нас всегда хорошо получается. Это у нас ненадолго просить. Кстати говоря, господа, ребята перестали пропускать туда, я смотрю. На манежку-то нормально. Вообще интересно, это на постоянной основе, или что они хотят. Ну, блять. И так как от Красной площади недалеко наш любимый Маршелец, мы пришли есть сюда. Пока у нас легкий перекур, пока нам там накрывают на стол. Ну, мы вспомнили, что не рассказали вам. У Риты же и попей с работой не может просто так легко закончиться. Мы были бы не мы. Вчера вечером я получаю письмо от сотрудника отдела кадров с просьбой выйти на работу 13-го числа, то бишь в среду. Отпуск у меня должен быть еще до конца этой недели. Сегодня, получается, вторник. Вот, я позвонила руководителю отдела кадров, спрашиваю, Лера, какого хера? Ну, как бы, на что мне говорят? Вот, вот, происходит вот сейчас очень много работы появилось, надо вот обязательно сейчас выйти. Что примечательно, ребят, работы там нет. Ее не было до того, как Рита ушла, но сейчас она, естественно, резко появилась. Да, я немножко не в курсе, поэтому я написала еще одному человеку письмо номинальному моему руководителю с просьбой разъяснить вообще, что почем. И чем я буду заниматься в офисе. Да, то есть, по факту, сейчас я все сделала, всю свою работу. Ну, как бы, то, что было от меня необходимо. Поэтому я и ушла в отпуск со спокойной душой. Чем все это закончится? Вот, я жду, как бы, письма, что мне скажут. Пока надеемся на то, что завтра никуда не надо будет, ты хотя бы этот отпуск догоняйся. Да, кажется, немножко так не делается, когда вы сами отправляете в отпуск, да, и говорите, иди. А потом посередине отпуска говорите... Мы передумали. Мы передумали, надо срочно выйти. Это немного странно, но... Ладно, пойдем. Пойдем, да, уже поедим. Нам, наверное, накрыли уже. А ужинаем мы сегодня пастой с белыми грибами, пастой с копченым насосом и пармежаном. Баклажан, пармежан, я бы попросила. Баклажан. Ну и бутылочка-венечка. Не без этого. Кстати, пока тебя не было, то за соседним столиком сидит молодой человек, он ударнул. Да что ты. Он по телефону разговаривал, договаривался о расстановке барабанов. Короче, мне кажется, это знак. Надо опять начинать. Да. Все приятно. Приятно, да. Новости появились, но так как у нас нет микрофонов, мы запишем их попозже. Мы расстроились. Такой небольшой спойлер. Да. И решили взять еще и пиццу. А почему бы и нет, впрочем? Ну да, так как мы бутылку как раз допиваем, ну, Рита говорит, все гулять так гулять. Короче, ладно, поедим, выйдем и запишем. Что случилось? Да. Мы уже приехали на район к нам. Итак, итог. Выходить мне нужно завтра. Меня вызывают в офис. Все начали создавать видимость бурной деятельности. Решили, что работать дохренище и больше. Короче, мы договаривались с ними изначально, что заявление на увольнение, я буду писать 18-го числа. Но раз такая пьянка, я напишу заявление завтра. Она просто сейчас еще написала тебе какую-то херню. Типа там задание высосано из пальца. Ну, просто прям... Ну, я говорю, начали создавать просто видимость бурной деятельности, потому что высшее руководство там, видимо, стало какие-то вопросы задавать. И... Да что он не знает ничего еще? Какие вопросы? Да, не знаю. Мне кажется, она просто из вредности. Знаете, бывают такие люди, а она прям такая. Да, ну, как бы, окей, я говорю, мы договаривались, что я напишу 18-го числа, то есть в понедельник. Но если вы выводите меня раньше на три дня, то получается заявление я напишу 13-го числа. То есть завтра, как меня вызывают. И вот эти две недели отработки, которые там, если будут, то я просто закончу их на три дня раньше, которые меня вывели из отпуска. Ну да, и как раз у нас идеально получится с этими, с майскими праздниками. Да, как раз получается... Не надо будет никого просить. Ну, что здесь происходит? Псади могут разойтись. Ну, что-то супер неудобно стоим, да? Зато у нас идеально получится с майскими праздниками. Мы как раз-то отработаешь вот эту всю историю, и мы не будем ни у кого ничего просить, уедем просто до 10-го числа. Да, получается, сейчас как раз эти полмесяца, там, две недели отработать, и майские праздники! Вот, и поедем с вами. Ну, посмотрим. Мы будем, естественно, держать в курсе, посмотрим, как Рита сходит завтра. Что там вообще будет? Будет ли это дура? Рвать и метать, я думаю, будет. Ну, вообще, какое настроение будет в целом у всех. Ну, в общем, да, в процессе. Ладно. А так, всем спасибо, как обычно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. В телегу, все дела. Ну, все знаете. Ладно, пока-пока. Пока-пока.